Итак, как вам известно, одним из поручений данных главы государственного полицовета партии Нур-Утан стало создание эффективного инструмента для того, чтобы владеть максимальной информацией о том, как и чем живут сегодня регионы страны, чтобы знать об объективном состоянии дела и принимать соответствующие решения. Сегодня в центральном офисе партии состоялась презентация Центра политического анализа и стратегических исследований, чтобы узнать о том, насколько эффективным станет его работа и как повлияет она на социальное настроение казахстанцев. Я пригласил в студию нашей программы директора Центра Юлию Кучинскую. Добро пожаловать в нашу студию Юлия Владимировна. Ну и в первую очередь, скажите, насколько я понимаю, вот как раз таки ответом на данное поручение было создание вот этого Центра. Насколько эффективным станет его работа вот на ваш взгляд? Я думаю, что на сегодняшний день в Центре собрана команда, подобрана команда очень хороших специалистов. То есть мы постарались при подборе команды Центра, мы учитывали и опыт, то есть принимали на работу людей с большим опытом, получивших образование еще, скажем так, в нашей прежней системе образования. И при этом попытались привлечь еще и молодых кадров, проходивших обучение за рубежом, ведущих мировых вузах, которые не боятся, скажем так, экспериментировать, предлагать новые подходы к решению задачи и умеют работать с новыми методами, с новыми технологиями. Потому что все-таки, если мы говорим о том, что мы должны переходить к умной экономике, наверное, умная экономика должна сопровождаться умной политикой. Как поэтапно, скажите, пожалуйста, Юлию Владимировну, там будет выстроена работа, да, вот Центр? Как вы будете получать информацию с регионов о состоянии дела, о том, как, скажем там, я не знаю, реализуется та или иная программа? Для получения информации из регионов мы будем использовать достаточно широкий круг инструментария, инструментов. Помимо этого мы будем использовать политический актив партии, да, который достаточно большой в регионах. Помимо этого мы будем использовать, конечно, научные методы, это и социологические исследования, которые будут ограничиваться не только количественными опросами, но и качественными исследованиями. То есть это глубинное интервью, это фокус группы с населением, это проведение экспертных опросов с людьми, кто непосредственно живет в этих регионах, кто каждый день, скажем так, сталкивается с теми или иными проблемами и может рассказать о сложности, которые возникают в их регионах. Помимо этого, то есть сегодня мы используем новейшие технологии для анализа и мониторинга социальных сетей, средств массовой информации. Это какие такие новейшие технологии? То есть насколько они сегодня нужны вам в работе этого центра? То есть это новые программы, которые позволяют достаточно быстро в режиме замерять, да, то есть, скажем, осуществлять поиск сообщений на заданную тему и отслеживать, откуда эти сообщения, да, и происходят, отслеживать, насколько они, скажем так, заинтересовали население, насколько население обеспокоено той или иной проблемой. Таким образом, да, то есть это новейшие программы для мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. То есть для того, чтобы выразить, скажем, свое мнение или рассказать вам о той или иной проблеме, сельчанин, скажем, приходит в местный филиал, местную ячейку партии и говорит о своей проблеме, и, соответственно, уже местные филиалы, они начинают, как бы, работу и доводят эту информацию до вас. В регионах есть республиканские общественные приемные, конечно, партийные общественные приемные, куда население приходит, и, конечно, это тоже один из важных источников информации для нас. Информация, поступающая в эти общественные приемные, анализируется на предмет, скажем так, глубины проблемы, на предмет системности проблемы, изучение, то есть целого звена участвующего в реализации той или иной задачи. А вот работа вот с местными филиалами, да, как раз таки там, в областях и даже вот в глубинках районах, а ведь это как раз таки и есть непосредственно электорат, у нас как обычно происходит, да, все хорошие начинания, все замечательно, все, мы говорим о том, что все будет хорошо, а там уже на местах, я не знаю, каким-то образом начинает работа тормозиться, и так, что появляются вот такие вот проблемы, как неосвоение средств, как, скажем, там, недоработка каких-то определенных программ. Вот здесь подготовлены ли люди на местах для того, чтобы каким-то образом доносить всю эту информацию до вас? Или же это все можно будет спускать им, ну, им на самом деле самим как бы, да, ну, неинтересно. Ну, зачем сейчас эту проблему поднимать, это все доводить до вас? Вот с ними работа проведена. Я думаю, что сегодня, прежде всего, задача перед партией стоит стать ближе к народу. И, конечно, филиалы партии в регионах, они тоже заинтересованы в том, чтобы повышать эффективность своей работы, повышать эффективность взаимодействия с населением. И, конечно, то есть республиканские общественные приемные, они всегда очень открыты, они доступны, они всегда, то есть каждый день мы получаем информацию из республиканских общественных приемных по проблемам, с которыми обращаются к ним граждане. То есть ведется постоянный учет этих обращений. И дальше, то есть наша уже задача анализировать эти обращения и выявлять глубину проблемы, выявлять причины проблемы. Хорошо, выявили глубину проблемы, выявили причины проблемы, дальше как? То есть какие инструменты есть вот реально в ваших руках для того, чтобы, скажем, решить ту или иную проблему? В той или иной населенной местности. Я думаю, что на сегодняшний день, да, то есть у нас есть мощный инструмент, это фракция наша в парламенте, да, партия Нуратан. То есть, конечно, по итогам этих исследований будут готовиться рекомендации депутатам для подготовки обращений, для внесения изменений в те или иные законодательные акты, для того, чтобы, для внесения предложений об изменении функционирования тех или иных программ, которые, например, сегодня, то есть изначально программа предполагает достаточно хороший эффект, но, например, оказывается, что в регионе она не работает. Наша задача выявить, почему она не работает, что мешает реализовать эту программу так, как она была задумана. И дальше уже дать свои рекомендации, какие звенья здесь дают сбой, какие звенья не работают, да, в этой общей структуре. И как работу выстроить таким образом, чтобы все-таки до регионов доходили те задачи, которые ставятся. А если у вас, скажем, полномочия непосредственно к операторам этих программ обращаться и говорить, что вот есть такие определенные проблемы или, скажем, недоработки в том или ином регионе, к вам прислушаются? Я думаю, что да. То есть к партии прислушиваются, помимо, более того, то есть очень многие представители правительства сегодня являются членами, это представители партии Нуратан, поэтому, конечно, мы все должны работать на имидж партии и на повышение доверия к партии. И поэтому, конечно, то есть к партии прислушиваются. Более того, на сегодняшний день партия имеет реальные инструменты, когда госорганы прислушиваются к ее мнению, к решениям, да, и сегодня создается все больше и больше возможностей. Вот это вот, на самом деле, немаловажный, скажем так, аспект. Конечно, это очень важный аспект, это очень важно. Вы говорили, что вот центр, который сегодня был презентован в партии, он создан по аналогии, да, такие есть уже, соответственно, где-то, скажем, в дальнем, в ближнем зарубежье. В целом в мире существует более 6,5 тысяч мозговых центров, которые, скажем так, сотрудничают с различными политическими структурами, да, некоторые из них могут быть, скажем так, абсолютно независимыми, некоторые из них... То есть некоторые при партиях, скажем, при организациях, некоторые, да. Некоторые при государственных организациях и так далее. Да, и то есть, как правило, то есть это общемировой тренд, да, на сегодняшний день, именно научно-аналитическое сопровождение политических решений. То есть на сегодняшний день, то есть это становится все более и более ясным, что политика должна сопровождаться научным знанием, должна сопровождаться инновационным знанием. Кто стоит за всей этой работой? Я хотел бы узнать больше вот о тех, о той команде, которую вы начали вот в начале нашей своей беседы, но скажем не так подробно. Да, на сегодняшний день в центре собрано порядка 30 сотрудников, то есть у нас представлены абсолютно широкий спектр специалистов. Это и правовая аналитика, это международные исследователи, это конфликтологи, религиоведы, социологи, политологи, экономисты, да, то есть в нашей команде есть люди, скажем так, с большим опытом работы и в стратегических, да, направлениях в государственных органах и, скажем так, в научной среде. И помимо этого у нас, то есть большой спектр, мы пригласили молодежь, которая проходила обучение в ведущих зарубежных вузах, Америки, Англии, Китая и так далее. То есть у нас, ребята, молодежь владеет языками, что тоже позволяет нам быть более мобильными и позволяет использовать шире, да, информационное пространство. И используя свои знания языковые. Проблемы и споры примерно какого характера, какого плана, какой сферы вы намерены решать? Мы будем изучать общественно-политическую ситуацию, социальное самочувствие населения, социально-экономические настроения, мониторинг эффективности реализации государственных, стратегических государственных программ, мониторинг реализации предвыборной платформы партии, да, потому что именно с ней партия победила на выборах. И важно, чтобы те задачи, которые партия поставила, были решены и достигнуты. Поэтому, прежде всего, конечно, мы будем ориентированы на это. То есть это изучение вопросов информационной безопасности, это изучение социальных настроений, изучение общественного мнения, это, конечно, построение экономических моделей развития, да, то есть поиск моделей, которые были бы наиболее приемлемы для Казахстана. На сегодняшний день, то есть, да, мы говорим, что мы стремимся к экономике развитых стран, но мы уже сейчас можем понимать, какие риски и возможности несет эта модель. И предлагая модель Казахстана, мы должны учитывать и нивелировать, давать решения по нивелированию этих рисков, по снижению рисков для Казахстана, да, то есть все мы знаем, что инновационная экономика, это, конечно, рост безработицы и так далее, да, может с собой нести. Наша задача сегодня предложить такую модель, которая бы позволила, не скажем так, снизить безработицу, напротив, да, привлечь как можно больше населения к экономической деятельности, да, то есть позволить развиваться каждому гражданину, использовать те ресурсы, которые даются государству. Как связываться с центром? Вот уже поступают к нам по электронной почте вопросы. Я, насколько я понимаю, скажем, для жителей, ну, областных центров или больших городов, у которых есть интернет, я не думаю, что это будет большой проблемой, да, потому что на сайте наверняка у вас есть какая-то горячая линия, по которому человек может описать, скажем, ту или иную проблему, ну, там, и для того, чтобы получить ответ. Как быть вот с теми людьми, которые, скажем, ну, живут в глубинках? Не каждый может, скажем, приехать сегодня в областной центру, в, скажем, филиал областной партии. Сегодня как раз-таки мы обсуждаем вопросы того, чтобы расширять каналы, да, информирование нас или получение информации из регионов. То есть, помимо, мы будем развивать и социальные сети, но это опять-таки связано с доступом к интернету. При этом в общественных приемных регионах будут, опять-таки, представлены наши анкеты, да, где население тоже может их заполнять, отвечать на вопросы. Помимо этого, я думаю, что в ближайшем будущем мы обратимся к партии с предложением открыть телефон горячей линии, куда могли бы обращаться граждане, то есть звонить с мобильного, с городского телефона и тоже, опять-таки, говорить о своих проблемах, с которыми они сталкиваются, чтобы мы могли точечно замерять проблему, то есть, чтобы мы могли знать проблему не только области, но каждого села, да, в этом регионе и предлагать уже партии конкретные решения. Но работы будет много, насколько я понимаю. Работы будет много, но мы к этому готовы, нам это интересно. Я думаю, что, то есть, нам интересно достигнуть, конечно, тех задач, которые, решить те задачи, которые перед нами поставлены, и я думаю, что это, то есть, прежде всего будет руководить. Решить проблемы, которые поставлены, это, ну, будем говорить, скажем, долгосрочно, да, это план максимум. Вот вы сегодня говорили о ближайшем будущем. Каково, каким, скажем, вы видите вот работу вашего центра через год? Каким вы хотели видеть? Во-первых, мы сегодня расширяем свои международные контакты, мы привлекаем максимально изорбежных экспертов к анализу тех или иных проблем. Я вижу наш центр через год, то есть, как состоявшуюся все-таки уже структуру, да, сегодня мы только заявили о своем создании. Через год хотелось бы уже быть состоявшейся структурой, которая была бы способна предоставлять руководству страны, руководству партии аргументированные решения по политическим решениям в сфере социальной политики, экономики и так далее. А как отнеслись ваши, вот, к вашим начинаниям, скажем, коллеги, да, ваши, ну, и не только депутаты, которые при фракции сегодня сейчас, не только члены партии Нур-Урта, но и вообще те, скажем, ну, непосредственные исполнители этих программ, да, когда вы только говорили о том, что, скажем, вы будете создавать определенный центр, вот какие были? Наверняка во время обсуждения были и те, кто был за, кто был против, предлагали определенные модели те или иные. Я думаю, что в любом случае развитие научных организаций, мозговых центров, это хороший тренд для страны, и чем больше их будет, тем лучше. И если вы обратили внимание, в последнее время, да, вот, даже у нас в Казахстане активизировалось создание новых центров, новых дискуссионных площадок, потому что невозможно делать науку одной головой, да, или один ученый не может сделать всю науку. Любые гипотезы надо проверять, надо подвергать их сомнению, да, то есть они должны опробироваться, и поэтому, конечно, то есть чем больше будет мозговых центров, тем больше должна быть конкуренция между ними. Тогда будет больше вариантов, да, для решения той или иной проблемы, и у руководства страны будет выбор. Конечно. Да, то есть это в любом случае должно повышать эффективность, должно повышать качество политических решений, качество политики, качество наших экономических, да, в сфере социальных, экономических отношений. Поэтому я думаю, что в любом случае создание подобных мозговых центров, с одной стороны, это, конечно, да, вызов другим мозговым центрам, да, но это большой толчок к развитию, к саморазвитию. Конечно. Фабрика мыслей как раз таки вы назвали, да, этот вот центр. Фабрика мыслей, так мы называем себя, да, вот, то есть это, конечно, я думаю, что это в любом случае положительно сказывается. И сегодня, то есть мировая практика, что все мозговые центры, они все-таки работают в сетевом графе, да, то есть придерживаются сетевого подхода в организации своей работы для того, чтобы... Системного, да, в первую очередь. Системного и сетевого, то есть возможность привлечения... То есть на сегодняшний день технологии позволяют привлекать специалистов и экспертов из абсолютно разных сфер, находящихся в разных сочках мира. И это значительно повышает как раз таки вот этот научный обмен и повышает качество предлагаемых решений. И вот мы, прежде всего, конечно, нацелены на это. Молодые люди насколько охотно к вам шли, скажем, на работу, устраивались? Они знают, зная о своих целях и задачах? Молодые люди шли охотно, потому что для них это тоже опыт, для них это испытание, для них это возможность, да, свои идеи воплотить в реальность. Поэтому, то есть у нас сотрудники набирались через конкурсную комиссию. Конкурс был достаточно большой, то есть порядка трех-четырех, а на некоторой позиции десяти человек на одно место. Поэтому, конечно... Я надеюсь, что пришли достойно и достойно, да? Юлия Владимировна, большое спасибо вам за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Были еще несколько вопросов, но я думаю, вам как раз таки и перешлю в блок партии, или в блок, возможно, центра сегодня нужно будет хорошенько посидеть и поизучать на сайте Нур-Утан, насколько я понимаю, есть все адреса. И, как мы сегодня с вами уже почти договорились, встретимся через год, вспомним нашу сегодняшнюю беседу, сегодняшние вопросы и ответы, и думаем, что нам уже будет о чем поговорить уже в конкретных результатах. Содержательно. Большое спасибо. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в гостях нашей программы была директор Центра политического анализа и стратегических исследований Юлия Кучинская.